Давай представлю спонсора этого видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Мур, привет друг, это Зверько. Сегодня мы с тобой разберем Ив, как ей удобнее играть и что собирать. Если ты увлекаешься лором игры, то знай, Ив инопланетянка и враждует с Роем. Его у нас представляет Заск. Забавно, что их ультимейты контрят друг друга, в зависимости от очередности применения. Ну что, давай посмотрим навыки. Первый навык. Взрыв выбранной области. Цели, которые находятся в выделенном центре, получат двойной урон. Это наш спам-навык. Да, расстояние каста недалекое, но анимация каста быстрая и перезарядка на шестом уровне 2,5 секунды. Боюсь, что в дальнейших патчах эту перезарядку увеличат. Навык максимально примитивный. Хочешь, наводишь, хочешь, тыкаешь на навык и цель практически гарантированно получит урон. А если еще немного прицелиться, то можно каждому выдавать двойной урон. Второй навык. Ив призывает маленького горда, который использует свою маленькую ульту. Шучу. Ив призывает кристалл пустоты, нанося урон в этой области. Если повторно нажать на навык и выбрать направление, кристалл начинает обстрел по площади с накладыванием замедления. Из нюансов. Может, это ограничение движка, но кристалл можно активировать лишь в области фиолетового круга вокруг Ив. А жаль, было бы прикольно отбегать как можно дальше и вжаривать противнику со спины. Однако, дополнительный плюс у кристалла есть. Он работает как вард, то есть подсвечивает врагов, если не рядом с ним или в одних кустах. Можно поставить навык в стену и убежать. Это даст информацию при отступлении. И обязательно проверяй этим навыком подозрительные кусты. Третье. Знаменитая ульта. Ив создает поле в выбранном направлении, которое держится 15 секунд и имеет 15 зарядов. То есть, ты можешь активировать 15 квадратов поля за это время. Противники, которые попали на поле, получают короткое замедление. Далее ты можешь тыкать по квадратам или проводить, типа свапать. Да. Даже можешь рисовать. Союзники, конечно, не оценят, но художника обидеть может каждый. Не каждый может убежать. Короче. Если проводишь по квадратам, то поджигаешь врагов и замедляешь. Если тыкаешь, то урона наносишь просто немыслимое количество. Прям фаша до нерфа. Пассивка. Тоже сложностей не вызывает. Атакуешь первыми двумя навыками врагов, получаешь стаки, а стаки уже тратятся как бонусное нажатие в ульте. Итак, навыки простые. Тут даже добавить нечего, кроме мелких особенностей, о которых уже сказал. Что взять в дополнительные навыки? Все, что нравится. Под ультой Ив получает полноценный урон. Ее нельзя подбросить, потому что она уже левитирует. Оглушение не прерывает поле, а только подавление, которое у нас есть у Франка и Каи. Поэтому, если у тебя не получается рассчитать момент ульты, берешь щит или исцеление. А для прочих подойдут вспышка или спринт. Эмблему берем мага через магическую лихорадку, чтобы можно было несколько раз поджечь врагов. Особенно во время нашей ульты. Теперь всеми любимая тема сборка. Многие игроки в таблице лидеров используют жезл снежной королевы, чтобы выдавать больше замедления. Я считаю его малополезным. При правильной игре от тебя пойманный медленный персонаж точно не уйдет. Он получит уйму урона за короткое время. А если ты поймал прыгающего героя, то замедление тебе не поможет. Он либо выскочит из поля, либо подскочит к тебе. Поэтому моя сборка направлена на комфортную игру и урон, как героям огневой поддержки. Итак, обувь демона обеспечит достаточным уровнем маны. Далее, либо часы судьбы, если кач предвещает быть долгим и томным. Либо пылающий жезл, который сразу увеличит урон Ив за счет поджога. Просто выбираешь, какой предмет купить первым, а какой вторым. Далее, жезл молний, который дает и перезарядку, и урон. Поскольку у нас нет урона с комбинацией, а скорее истощение противника, отлично зайдет ожерелье заточения, чтобы противник не смел быстро исцеляться. Ну и конечно, священный кристалл. Берем его, а не кровавые крылья, потому что с кристаллом будет больше магической силы. Итого у нас поджигающий урон от второго навыка, от ульты, от посоха и от навыка в эмблемах. Зажжем эту вечеринку. Тактика. Тут все просто. Выбираешь любую сторону. Ну, голду лучше оставить стрелку. Благодаря второму навыку, стоя даже на середине, ты можешь подсвечивать себе кусты и не попадаться на ганг. Будет супер, если ты в составе триплы. То есть группы из трех человек, намеренных гангать и выигрывать. Потому что из-за ульты Ив очень уязвима, и ей нужно прикрытие. Например, та же фаша может превратиться в птицу и дать дёру. А Ив в этом плане медлительная. Отсюда требования к игроку, чтение поля боя и запоминание карты. Все время смотри на карту и запоминай, кто где был. Чтобы во время схватки к тебе не подошли со спины. Первый навык применяем постоянно, спамим и спамим. Хватит лишь попасть по тонкому противнику двойным и хотя бы одним одинарным ударом. Это вызовет у него поджог от эмблем. От палочки и еще молнии от посоха накроет. По поводу куда ставить второй навык. Нужно думать. Или ты собираешься просто нанести урон, или отзонить противника. Отзонить означает преграждать ему путь или гнать в нужном тебе направлении. Простейшая комбинация с применением ульты. Это первый навык. Второй навык по направлению бега противника. Активация ульты свап по дороге противника. И потом затыкиваешь его одинарными клетками. И пережить такое очень сложно. Но опасайся ловить таким образом каких-нибудь убийц. Они быстро подпрыгнут к тебе и прикончат. Малозаметное свойство Ив. Маскировка включена. У нее навыки возникают как бы из ниоткуда. То есть не совсем понятно в каком кусту сидит Ив и колдует. Особенно это полезно в ульте. Она покрывает большое пространство. Догадливые противники конечно прикинут из какого куста применена ульта. Но главное что Ив не светится. Минусы Ив. Нет контроля как такового. И навыки применяются на довольно короткое расстояние. Поэтому держись ближе к танку, который будет тебя защищать. Поливай противника заклинаниями. И будь готов использовать ульту в массовых замесах. Потому что одними лишь тыками по одному противнику в полной сборке Ив выдает около 20 тысяч урона. А урон наносится по нескольким. Кайфушки. В чем кайф и играть на Ив? Это классический маг с огромным уроном по площади. И у него достаточно быстрая родная перезарядка. Если ты хочешь буквально поливать противника огнем, то Ив для тебя. Конечно нужно быть осторожным и играть через грамотную позицию. Но ты словно артиллерия на поле боя накрываешь территорию огнем. И вселяешь ужас в сердца врагов. На этом все, друг. Если я что-то забыл, напиши в комментариях. Если видео понравилось, подпишись на канал, жмякте лапку и удачных боев, друг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok